Сборная команды России Встреча команд в круговом этапе. Затем полуфиналы и финал. В первый день россияне встречались с французскими мотоболистами. Сначала вели 2-0. Потом провалились и дали возможность соперникам сравнять счет. Но затем забили третий победный мяч. В чемпионат еще будет проходить 5-6 дней. Все выводы сделаем. Какой состав должен выезжать. Пока мы первая игра. Всегда тяжело. Я думаю, неправильное решение примут наш тренерский состав. А мы как основной или не основной состав выводы сделаем, что надо прибавить в нашей игре, чтобы не 3-2 было, а с разрывом 4-5 головок. Матч России и Голландии сюрпризов не обещал. Потому как сборная Нидерландов никогда не претендовала даже на выход в тройку призеров. Но то ли голландцы стали многократно сильнее, то ли у нашей команды были ошибки, в том числе тактические, по размещению игроков в четверке. Но результат всех удивил. У нас опять, я не понимаю, почему у нас были экспериментальные составы. Из этих экспериментальных составов у нас пошел сумбур какой-то. Забили, потом пропустили. Потом пропустили еще один гол. Мы горели 2-1. Не могли забить, торопились. У нас пошел уже какой-то скоростной мотобол, в который мы обычно не играем. В четвертом периоде, наконец-то, выпустили нашу основную четверку, в которой мы должны играть всегда. Которая у нас наигранная уже не один год. И мы успокоились. Первый гол я забил с контратаки. Сравнял счет. Потом еще два забил, прикрыли правильно, грамотно заехали, не спеша, и все получилось нормально. Нормально это 6-4. А впереди россиян ждала встреча с белорусами. Их командный состав омолаживается. Ушли возрастные, но опытные игроки. А юным пока тяжело бороться с сильнейшими российскими мотоболистами. В подтверждение счет 11-4. Мотобол – коллективный вид спорта. И один поле не воин. Если есть команда с почетным коллективом, пока более будет зрелищный и более голевой мотобол. Больше голов заходит команда, нежели один игрок. Игра с хозяевами турнира стала самой драматичной. С первого периода и до конца третьего россияне вели 1-0. Французские судьи еще подлили масло в огонь, постоянно удаляя наших спортсменов. После двух зеленых карточек у Сосницкого было принято решение о его замене, дабы не заработать удаление уже на 5 минут. Самую главную роль сыграл в последний период – это Сосницкий, когда ушел. Лидер и капитан должен быть на поле, пока есть возможность. Два результативных немецких пенальти и гол с игры на последних секундах – 1-3. У сборной России первый проигрыш и выход в полуфинал со второго места. Играли с французами, но уже не так, как в начале турнира. Обозленные проигрышем накануне, россияне забили 7 мячей, а пропустили всего один. Игра была очень сильно красивая, споченная. Думаю, что в финале мы поборемся с немцами. Борьба была яростной. Уже в первом периоде забили 5 голов. Один судей почему-то не засчитали. Все, кто следил за матчем, обратили внимание на некую предвзятость французских арбитров. Они помогали соперникам, как могли. Не замечали нарушений немецких спортсменов, удаляли россиян, ставили штрафные и пенальти в наши ворота. Но фортуна была явно на стороне мотоболистов из России. Напряжение оставалось до финального свистка. В итоге счет 7-5 и сборная России – чемпион Европы 2019 года. Я заплакал, когда звучал финальный свисток. Я настолько был опустошен уже морально-физически, у меня слезы полились. Игра, в основном, вышла очень интересная для зрителей. Вроде бы такое начало для немцов, усыновляющее, скураживающее. Потом, к сожалению, первый гол на моей слове, что я исправился. Эмоции переполняли не только спортсменов, но и болельщиков, следивших за этим красивым и раскаленным матчем. Я очень рада, что у нас есть команда, за ребят. Я ее поздравляю, чистого сердца. Болела, кричала, все из тех, кто не стоит. Эмоции просто сами меня переполняют, поэтому не могу контролировать. Я все свои отпуска только здесь провожу, с нашей командой. Такой драйв, такой кайф получить от такого спорта. Я не знаю, это... Я никогда такого не представлял. Черное море, что там... Класс! Ребята, молодцы, сегодня такое выдали. Я сам даже немножко... Уже червячок сомнений у меня появился. Семенов, Кричтопов, просто красавцы. Ребята, я благодарю вам за все. Я не жалею, что дачу деньги на эти поездки. Юниорская сборная стала вице-чемпионом, уступив французским юношам. А вот переходный кубок основного чемпионата Европы вновь остался в России. Ребята получили золотые медали и произнесли заветные слова. Мы чемпионы! Мы чемпионы! Елена Бабина, Сергей Ларин, Видное ТВ.